Дачные заботы У нас практически закончились И мы можем в полной мере Заняться обновлением нашего сада Здравствуйте, с вами программа Дачный мир и я ее ведущий Дмитрий Летягин Многие начинающие дачники Да и некоторые профессионалы Задаются вопросом Почему многие плодовые И ягодные деревья Кустарники продаются С открытой корневой системой То есть не в горшках Сейчас мы будем разбираться почему Если мы, к примеру, берем яблони Однолетние, двухлетние растения Очень реально засунуть В какой-нибудь либо горшочек Пакетик и так далее Потому что корневая система у нее Очень компактная Если мы берем, к примеру, грушу То такую корневую систему Практически невозможно Погрузить ни в какой пакет Либо этот горшок будет очень большой Это дорого Во-первых, в доставке В их транспортировании И очень дорого в производстве Если посмотреть, как выглядит Корневая система У плодового дерева В данном случае Это у нас груша У нее очень большая корневая система Такую большую корневую систему Невозможно поместить ни в какой горшок Либо он будет очень большой А чтобы он уместился в маленький Просто некоторые недобросовестные производители Просто эту корневую систему обрезают И вставляют в маленький горшочек Буквально один черенок И такой саженец Не факт, что у вас будет нормально расти И плодоносить В данном же случае У него вся корневая система Как скелетная, так и мочковатая Полностью сохранена Даже вплоть до очень длинных И тонких корней И это растение Гарантированно у вас Очень хорошо приживется Обращайте на это внимание Это были у нас плодовые деревья Теперь посмотрим, как обстоит ситуация С косточковыми культурами В данном случае вишня, черешня И дюки Так называемые вишни-черешневые гибриды Мы берем Двухлетний саженец Вишни И смотрим на ее корневую систему Корневая система здесь тоже Очень большая У всех косточковых Корневая система скелетная И у нее есть Немножко Некоторое количество Корней Второго, третьего порядка Потому что Всасывающие корни Как вы знаете Из курса ботаники Образуются чисто в земле И которые непосредственно Занимаются Всасыванием питательных веществ Вместе с жидкостью Корневой системой Теперь Как правильно выбрать Саженец Либо плодового Либо ягодного Дерева, кустарника Разберемся на примере Этой вишни Во-первых На что мы должны Обратить внимание Но прежде всего Это бирка Принадлежность к сорту Если они есть Это уже хорошо Второй момент Кора На этом дереве Должна быть Без задиров Без повреждений Без видимых Каких-либо Болячик Если это Саженец Двухлетний У него должна быть Разветвленная Крона То есть У нее Кроме Центрального Проводника Вот он Центральный Проводник Должны быть Ярко выраженные Боковые ветви Хотя бы Несколько штук В данном случае Это настоящий Двухлетний Саженец Теперь мы У него Смотрим Как сделана Прививка И где она Находится Во-первых Если это растение Выращено С помощью окулировки То есть Прививка Глазком Одной почкой Значит у него В любом случае Этот побег Будет Немножко Ити в сторону Это нормальное Явление Ибо Почка Стремится Перпендикулярно Расти Боковые ветки Это однолетние Ухаживать Ухаживать у себя В саду И ждать Урожая Ну а теперь Дорогие друзья Несколько слов Хочу сказать О кустарниках Кустарники У нас Всевозможные Смородина Крыжовник Малина И многие Тоже не знают Как правильно Ухаживать Какую почву Подобрать Итак Выбирая Ягодный кустарник В данном случае Разберем На примере Обычной Черной смородины Всеми любимой В данном случае Мы видим Что кустарник Этот Двухлетка Потому что У него Более трех Четырех Веток То есть Этот кустарник Очень разветвленный Сформированный Достаточно высокий То есть Он по высоте Ну примерно Сантиметров Пятьдесят Шестьдесят Как минимум Видно По корневой системе Что он выращен С помощью черенкования Вот у него черенок Пошла корневая система Нижний ярус Корневая система Верхний ярус Скелетные корни Корневая система Мочковатая И этот кустарник При покупке Мы смотрим Чтобы у него были Все почки Без повреждений Если мы Увидим На этом кустарнике Утолщение Либо на Коре Либо слишком Увеличенные почки Это говорит о том Что растение Заражено Клещом И в данном случае От покупки Придется отказаться А в данном случае Мы видим Что растение здоровое Все почки У этого растения Живые Достаточно Сильно Развитые То есть Это свидетельствует о том Что на следующий год После посадки Мы уже Сможем получить Урожай С этого растения Хотя бы начальный Так как кустарник У нас Двухлетний Разветвленный Крона Мы его Уже сажаем Не боком Вот таким образом А вертикально Для чего Кустарник Высаживается боком Для того Чтобы увеличить Количество Ветвления Тем самым Мы увеличиваем Будущий урожай В данном случае Это делать Не надо Растение Сажается вертикально Не заглубляя Вот этот вот Череночек Небольшой Это у нас Была прищипка Вот этого Нашего черенка Мы его Заглублять Не будем Ибо В этом месте Он может загнить Поэтому сажаем Примерно вот так В хороший Плодородный Грунт Можно добавить Хорошего Перегноя Любого Без применения Гранулированных Удобрений Потому что Гранулированными Удобрениями Мы можем Сжечь корневую Систему Грануляты Все Мы можем Применять Ориентировочно Через месяц После посадки И После того Как мы Это растение Сажаем Мы Обязательно Делаем Большой Приствольный Круг И заливаем Водой Достаточно Обильно Чтобы стояла Лужа Вообще Смородина Это такой Кустарник Который Очень Любит Полив Причем Полив Не вот Вы По чуть-чуть Брызгаете И у вас Поверхность Земли Высохла И растрескалась То есть Мы Таким образом Приводим Нашу почву К эрозии Нет Это неправильно На самом деле Нужно поливать Следующим образом Мы Если решили Полить То обязательно Заливаем растение Чтобы стояла вода То есть Мы раз Полили Потом через некоторое время Еще поливаем И все время Вот таким образом Обильный полив Если Смородина Растет В неблагоприятных Условиях То есть По земле Иногда Задают вопрос У нас Смородина плохо растет Как бы не поливали Как бы не ухаживали Тут нужно еще Смотреть По кислотности Почвы Если Земля Доломитовая Если в ней появляется И видно Большое количество Камней И вы знаете Что она у вас Щелочная Это легко определить С помощью лакмусовой бумажки То тогда Почву Придется Немножко закислять Либо кислым торфом Либо при поливе Можно добавлять Лимонную кислоту В ведро с водой Разводим Заливаем В общем Для смородины Земля Нужна Либо нейтральная Либо слабо кислая Щелочная земля Если у нас попадается В ней Смородина У нас Как правило И как практика Подсказывает Растет не очень хорошо Пока не наступила зима Самое время Заняться утеплением Стен В наших домах Один из популярных Утеплителей Нашего времени Производится На Самарском заводе Пенополистирол Прост В монтаже Обладает малым весом А также Существенно снижает Теплопотери Он обладает Высокой стойкостью К влаге Имеет длительный Срок службы Устойчив К различным Микроорганизмам Материал Используется В утеплении Фасадов Зданий И сооружений А также В утеплении Пола Кровли Мы взглянули На производство Этого уникального Утеплителя На первом этапе Гранулы полистирола Расширяются Посредством Прямого воздействия На них пара По мере высыхания Воздух полностью Заполняет поры Материала Вытесняя Сторонние Компоненты Далее В пресс-форме Шариком Придают форму Блоков С использованием Пара Сформированные Блоки После высыхания Режут С использованием Термострун Готовые плиты Упаковывают В пленку Производство Пенополистирола На Самарском Заводе Соответствует Всем нормам И требованиям Технической безопасности И безопасности Для здоровья Людей Грамотное Использование Теплоизоляции Помогает Эффективно И безопасно Для здоровья Экономить Но не стоит Забывать Что только Качественный Материал Позволит Снизить затраты И получить Надежное Комфортное Жилье Которое Будет служить Много лет Качественный Утеплитель От завода Производителя ЕТ Пласт 2121338 Город Самара Улица Белогородская 1 Плодовые Ягодные Это конечно Замечательно Но ни один Сад Не обходится Без Красивых растений Тем более Самыми лучшими растениями Являются Хвойные культуры И конечно же Какой бы ни был У вас сад Загородный у вас дом Или обычная дача Хочется конечно На ней высадить Хвойные растения И так его посадить Чтобы потом Душа радовалась И не мучиться С ними По поводу ухода А чтобы не мучиться С уходом Нужно выбрать Правильное растение И приобрести его В правильном месте И так Если вы Решили Выбрать Хвойные растения Необходимо Конечно Посмотреть На его внешний вид И прежде всего Нужно конечно Узнать его происхождение Если это Растение Не нашего климата Оно у нас Расти к сожалению Не будет В данном случае Мы видим Здесь Хвойные растения Это Ель Колючая Мистеблю В данном случае И Рядышком У нас здесь Сосна Обыкновенная Но Сосна Это Из питомника Специальным образом Подготовленная Сейчас будем Разбираться как Дело в том Что Если мы будем Сосну Копать в лесу Это Во-первых Нехорошо А во-вторых Это растение У вас просто-напросто Не приживется Дело в том Что У сосны Корневая система Выглядит Абсолютно Так же Как и Наружная Его часть То есть По длине Примерно Столько же Растений Уходит Вглубь Примерно Такая же У нее Разветвленная Структура Что делают В специализированных Питомниках Берут Маленькую Сосну Когда она Начинает Расти Ее Несколько Раз Пересаживают Из грунта В грунт Так называемая Перешколка Благодаря чему У этих Растений Формируется Нормальная Компактная Корневая система Уже Лишенная Сильно Выраженного Центрального Корня Благодаря чему Мы это растение Можем очень легко Безболезненно Пересадить На новое место Начиная от Вот такого Маленького И кончая Трех Четырех Пятиметровыми Даже соснами Поэтому Любое Хвойное растение Лучше приобретать В специализированных Магазинах Питомниках Садовых Центрах И так далее Теперь разберемся Как должно Выглядеть Это растение Мы видим Что у этого растения Большое количество Ярусов Несмотря на то Что это дерево Маленькое Это делается С помощью Агрономов Подрезается Определенным образом Для того Чтобы растение Было очень пушистым И теперь Перейдем К обзору Корневой системы Данного растения Как оно должно У нас Выглядеть Прежде всего Это должен быть Ком Соответствующего Размера Который должен Соответствовать Размеру Этого растения Если Сосна Это будет больше Ком Соответственно Должен быть больше То есть Все по стандартам Дальше Ком Обвернут Предварительно В мешковину Специальный материал И эта мешковина Поверху Для прочности Для плотности Чтобы ком Не разваливался Завернуто В специальную Сетку Похожую На сетку Рабицу Это специальные Сетки Которые Запаковывают В питомниках Эти Комы Чтобы Он При транспортировке И при передвижении При посадке Тоже Чтобы он Не развалился Это основное Требование И мы Конечно же Смотрим Чтобы у нас Была Неповрежденная Кора Чтобы Ветки Были Полностью Хорошо Правильно Развиты Еще один Хороший Показатель Здорового Хлойного Растения То что У него Есть Самый Нижний Ярус С живыми Не высохшими Ветками Что свидетельствует О том Что растение Выращивалось Абсолютно правильно В незагущенных Посадках И с поливом Было все нормально То есть Растение Абсолютно Живое Ни одной ветки Не потеряно Пожелтения Ярко выраженного Нет Несмотря на то Что сейчас Уже осень А растение Еще стоит Достаточно Зелененькое То есть Оно Спокойно Еще продолжает Вегетировать Развиваться Подготавливаться К осени И при посадке Мы когда берем Это растение Мы Меряем Ком По размеру Нашей Будущей Ямы Убираем Сетку Вот эту Вот железную Потому что Она будет Мешать Развитию Корневой Системы Потому что Когда будет Корень Развиваться Эта сетка Может некоторые Корни Повредить То есть Разрезать Вдоль А мешковину Мы можем Спокойно Оставить Она сгниет В течение Двух Недель И пару Слов О елях Что здесь Можно сказать Это конечно Намного Декоративней Растение Более Выраженную Декоративность Цвет Хвой Опять же Очень Красивый У нее Очень много Ярусов Ветвления То есть Их практически Не видно Ну а Схема посадки И вариант Упаковки Примерно Тот же самый И обзор По ней Мы делаем Так же Чтобы не было Задиров На древесине Чтобы не было На ней Паутины С какими-то Видами Клещика Чтобы хвоя Вся была Целая Ну и соответственно Корневая система Ком Соответствовал Размеру Растения И обязательно Чтобы была Она завернута В сетку И мешковину Либо Бывают такие Растения Пока они Не очень большие Высаживают В большие горшки Пластиковые Тряпочные И так далее Ищите где Купить растения Для сада Качественные Зимостойкие Недорогие Тогда вам В сад Мастер Ландшафт Огромный выбор Плодовых Хвойных И декоративных Деревьев И кустарников Качество По суперценам Садовый центр Садмастер Алматинская 50 Телефон 277 1539 Сейчас мы массово Привозим урожай С наших дач И будем их хранить На наших любимых Балконах И лоджиях И сейчас Самое время Заняться их Благоустройством Мы когда купили квартиру К сожалению У нас на балконе Было просто Откромечено В том плане Что у нас стояли Старые Старые Рамы Полуразбитые стекла И Прожив год С детьми В этой квартире Мы поняли Что нам просто Необходим ремонт На балконе Потому что Мы сначала Использовали Складское помещение Было жутко холодно Мы постоянно Закрывали дверь И вот Наконец-то Наша мечта Сбылась У нас Новый Красивый Качественный Балкон Мы с детьми Очень любим Вечерами Особенно в летний Период времени Пить там чай Потому что У нас замечательный Пейзаж за окном Плоют птички Очень безопасная Конструкция В том плане Что закрывается На надежные ключи И я не беспокоюсь О своих детях Широкие подоконники Где я летом Могу поставить цветы Которые я люблю Разводить У меня дочка Ставит свои фигурки И мы вообще Безумно счастливы Спасибо вам большое Вы даже не представляете Что здесь было до этого Вообще Мне эта квартира Досталась от бабушки Балкон здесь Ремонтировался уже Много лет Здесь был старый Деревянный пол Рамы прогнившие За которыми Уже очень долго Не ухаживали То есть Этот балкон Служил для того Чтобы хранить Там совсем Ненужные вещи И О никаком комфорте Речи не шло И так как мы делали Ремонт по всей квартире Мы решили Обновить балкон Теперь мне здесь Очень нравится Чисто, красиво, уютно Можно расставить цветы Также нам установили Удобные шкафчики Для хранения Это небо и земля По сравнению с тем Что было Я очень довольна Компания Балкон плюс Делит цены пополам И дарит шкафчик 275-60-72 221-78-33 Дорогие друзья Все это, конечно, прекрасно Когда вы В питомнике В садовом центре Выбираете Свои любимые растения И уж совсем замечательно Когда у вас Есть возможность В этом торговом месте Попробовать Либо хотя бы Посмотреть Плоды Которые вы В будущем получите То есть Вот Есть яблоки Например Которые вы Можете Посмотреть Понюхать Оценить Внешний вид Попробовать Опять же Оценить Размер Будущего урожая Представляете Вот такие вот Яблоки у вас будут И, конечно же Замечательно Если эти плоды Можно будет Попробовать Берем ножик В данном случае Это у нас Сорт Лоба Очень Хорошая Вкусная Яблока То есть Мы его Разрезаем Смотрим Его Внешний вид То есть У него Красивая Белая структура Без Различных Прожилок Ну и Конечно же Нужно же Оценить Какой у нас Плод Будет Мы его Берем Очищаем И с удовольствием Пробым Очень вкусные Яблоки Можно Попробовать Другой Сорт Например Берем Богатырь Тоже его Разрезаем Это достаточно Известный Сорт Смотрим Его Мякоть Мякоть у него Тоже Белая Немножко Более Рыхлая Несмотря на это Эти плоды Хранятся Тоже Очень хорошо Иногда До марта Месяца Но До этого времени Они могут И не долежать Почему? Потому что Вы их съедите Значительно Раньше Потому что Яблоки Эти Зимние сорта Очень вкусные Превосходные Ну а детям Конечно же Наверное Понравятся Более яркие Яблоки В данном случае Это у нас Жигулевская Тоже Очень вкусная Естественно Вы их будете Выращивать Без всяких Гербицидов И пестицидов Стал быть Этим урожаем Будете Потчивать Своих детей И внуков Ну а с вами Была программа Дачный мир И я ее ведущий Дмитрий Летягин До новых встреч Пока